Всем привет! Меня зовут Настя, я главрежа фонд-флос. Расскажу вам сегодня про нетворкинг и как он может помочь рекрутеру в ежедневной работе и как им правильно пользоваться. На самом деле мифов про нетворкинг тоже очень много, про них мы тоже сегодня расскажем. Самая интересная часть будет в конце, где я остановлюсь на возможностях конкретно фейсбука для нетворкинга и покажу пару очень классных моих любимых инструментов, которые вам тоже очень хорошо помогут. Мы решили разобрать пользу нетворкинга на нескольких самых типичных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни рекрутера. Допустим, вы поменяли сферу и пришли, ну скажем, из медвижки в IT-рекрутинг, и вам надо как-то найти контакты, плавно войти в нее, стать своим. И нетворкинг, он сокращает порог входа и помогает быстро найти нужные контакты, рекомендателей, подружиться с кем-то, кто может вам кого-то порекомендовать, дать вам кандидатов, может быть, еще что-нибудь. Следующая история. Если вы действительно хотите получать рекомендации кандидатов, просто через свой социальный капитал. Ну то есть нетворкинг действительно в этом тоже очень хорошо помогает, и если вам нужны кандидаты, им можно и нужно пользоваться. Я знаю, что есть коллеги, которые активно этот инструмент используют, и у них очень хороший результат от него. Но есть один важный момент, что нетворкинг, он не дает быстрых результатов, но дает очень стабильные результаты на длительном промежутке планирования. Поэтому, если вы готовы вкладываться временем, силами, энергией, чем угодно, то этот вариант вам хорошо подходит. Третья история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова